но мы не умрем переместимся в ту самую ядовитую пещеру где мы только что были и взяли сушеные внутренности змеи это можно сказать такой быстрый лифт вниз и что самое интересное если убить змею которая сверху то змея которая снизу останется жива то есть получается здесь не одна а две змеи либо как вариант это одна и та же змея просто у нее две головы то есть нет хвоста вместо хвоста у нее вторая голова которого находится внизу та голова которая сверху съела нижняя голова нас выплюнула но это как гипотеза очередная спекуляция вообще эти змеи конечно же напоминает опять же соус from тайка аса в общем все по канонам from software но мы возвращаемся последнюю активную видову и давайте уже убьем эту несчастную змею все мы ходим вокруг да около но после такого это змея явно не должна была выглядеть некоторые считают что возможно змея выжила и ушла вниз но нет внизу и сейчас спуститься будет абсолютно целая змея и из этой змеи мы получаем свежие внутренности змея похожее на хурму сердце великого змея великом змею поклоняется как божеству считается что в сердце обитает его дух формой она напоминает хурму но на самом деле это внутренности бога логично предположить что есть внутренности бога нельзя это яд вот так вот а кто-то их хочет съесть если у нас еще что-то лежит шар воскрешения божественная капля крови и статуи от кадидзова сюда можно попасть только если вот убить змею таким вот образом то есть это другая сторона моста по сути куда мы не смогли попасть ну и отсюда мы просто опять спрыгиваем вниз воду было так высоко что я даже об воду немного поранился ну что ж давайте наверное посетим наше дитя вот и расскажем что мы нашли то что ей нужно что я хотела Субтитры создавал DimaTorzok Да, давайте отдохнём, посмотрим, что будет. И мы можем послушать. Похоже, не очень вкусные сердца. Сразу вспоминается Игра Престолов, где Дайнерис кушала сердце из жеребца. Тоже не с особым удовольствием. Так, давайте что-нибудь изучим. Как я говорил, нужно изучать стиль Асина. Совсем про него забыл. Дело в том, что в стиле Асина есть очень полезные навыки, которые повышают урон концентрации врага при парировании. Спускающийся карп. Дает пассивный навык спускающийся карп. При отражении атаки на несколько секунд повышается урон вражеской концентрации от всех источников. Корни стиля Асина в том, как текут воды первоисточника. Воин, успешно отражающий вражеский клинок, подобен карпу, плывущему вниз по стремнению. Вообще, в Японии карпы очень почитаются. Карпы считаются очень упорными и сильными рыбами, которые способны плыть против течения. Поэтому здесь тоже очень много завязано на карпах. Поднимающийся карп. Дает пассивный навык поднимающийся карп. Повышает урон концентрации при успешном отражении атаки. Корни стиля Асина в том, как текут воды первоисточника. Воин, успешно отражающий вражеский клинок, подобен карпу, плывущему вверх по стремнению. Так, ну вот и тот и тот навык неплох. Ну, как бы в приоритете, конечно, лучше, наверное, выучить все-таки сначала поднимающийся карпа. Хотя, в принципе, это тоже неплохо. Давайте сначала его выучим. Также у нас открывается еще несколько навыков. Двойной Итимонзи. Кстати, я также выучил обычный Итимонзи. Это дает навык Итимонзи. Боевое искусство в виде мощного удара мечом сверху вниз, выполняемого шагом вперед. Эффективно снижает вражескую концентрацию, восстанавливает вашу. Специализация на этой технике – залог эффективности стиля Асина. В дальнейшем эту технику можно улучшить. Ну, как раз вот улучшить. Там будет просто уже не один удар, а два удара. Дополнительный удар особенно полезен тем, что не позволяет противнику провести контратаку. Также здесь можно еще выучить текущую воду. Дает пассивный навык текущая вода. Снижает урон концентрации от вражеских атак мечом. Тоже очень полезно. Воины Исина знают, что атаки противника подобны водам земель Асина. Их нужно пытаться не остановить, а направить в другое русло. И дыхание природы свет. Дает пассивный навык дыхание природы свет. Восстанавливает концентрацию при успешном смертельном ударе. В стиле Асина также есть боевая техника для тех, кто сражается в одиночку против многих. Убив врага, следует выдохнуть, изгоняя из себя всяческое сожаление и укрепляя себя, чтобы восстановить концентрацию. Ну, если честно, так себе навык, потому что жизнь восстанавливать после смертельного удара еще ладно. Ну, концентрация, в принципе, она и так неплохо восстанавливается, по крайней мере, на обычном уровне сложности. В общем, вот этот и вот этот достаточно полезные тоже навыки. Их надо тоже будет выучить. И, в принципе, не так уж и дорого они стоят. Возможно, нужно было это сделать еще до того, как я обучился большим количеством блемов духов. Ну, да ладно. Не критично. И давайте я еще схожу к нашему резчику, так как давно мы не улучшали никаких протезов. Да, и, кстати, у меня появился новый инструмент. Инструмент для протеза на основе большого веера Тенгу. Расходует эмблемы духа, позволяет собрать ветер и выпустить его в врагов, заставляя их отвернуться. Это малобожественное похищение, чьи эффекты быстро проходят, но те, кто уже был похищен, от него потом не оправляются. Напускайте на врага ветер, чтобы развернуть его лицом от вас. Помогает скрыться от врагов, кроме самых сильных. Делает их уязвимыми к смертельному удару. И давайте посмотрим, что мы теперь можем сделать. И давайте для начала усилим наше копье. Для этого нам нужно 400 сен, еще 600 сен и 1000 сен. То есть 2000 сен, чтобы прокачать наше копье. Дело в том, что это копье нам сейчас может пригодиться. Да, нам немножко не хватает ингредиентов. А именно железо. Ну, железо, по идее, мы можем сходить и купить. Хотя, по идее, чтобы его использовать, не обязательно было его и прокачивать. Но оно стало просто у нас немножечко сильнее. Давайте посмотрим, как оно теперь работает. Обычное копье работает следующим образом. Первый раз протыкает. Еще раз нажимаем. Тянем к противнику, как нам. Улучшенное копье. Если зажать удар, то можно как бы набегать на врага. Также притягивать. Третье улучшение, если зажать, делает вот такой вот взмах по горизонтали, раскидывая всех врагов поблизости. Давайте поставим копье выпад. Общица не то. И переместимся в долину Бодхисатвы. И давайте немножко поговорим про Бодхисатву. На самом деле, Бодхисатва пишется с двумя буковками Т. Наши локализаторы, как всегда, допустили ошибку. И кто же такая Бодхисатва? Буквально, это существо, стремящееся к пробуждению. Буддизм это существо или человек, которое приняло решение стать Буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считается стремление спасти всех живых существ от страданий и выйти из бесконечности перерождений. Хм, ничего не напоминает? У всех Бодхисатв, кстати, закрыты глаза. То есть Бодхисатвы это еще, можно сказать, не Будды. И, кстати, там даже можно видеть, как одна из Бодхисатв держит на руках дитя. Дитя. Вообще, очень атмосферная и красивая локация, которая, по идее, в себе содержит много скрытого смысла. Здесь также есть и дерево, обвязанная веревка, о которой мы уже раньше говорили. Да, кстати, я еще забыл сходить к Эмми. Давайте я быстро это сделаю. Что у нас с Курой? Так, а куда у нас сбежала Эмма? Она поднялась наверх. Что с Курой? Что такое? Продолжение следует... 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 Ну, давайте заодно еще угостим ее обезьяним вином. Ну, давайте посмотрим. Да. Сарлова нигири меси украли. Сарлова? Да. Это вкусно. Ура меси. Так что теперь Сарлова нигири меси украли. Очень вкусно. Сарлова. 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 Тесная связь с обезьянами, да. Мы все произошли от обезьян, так что можно сказать у нас у всех. Тесная связь с обезьянами. Но эту историю мы уже от другого лица слышали. Та самая обезьяна, которой горит Эмма, это был орангутан, то есть резчик, который ее спас, накормил, приютил и отдал на попечительство Догану. Куроу-само-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вообще, если честно, с этими божественными наследниками немножко непонятно в этой игре. То есть до этого был другой божественный наследник, Токеру, который вроде как умер. Непонятно при каких обстоятельствах. Непонятно, что случилось с Томоэ. Об этом здесь ничего не объясняется. Все надеются, что выйдет DLC для Секира. Но я что-то в этом сомневаюсь. Потому что сейчас с Фромом не до Секира вообще. Они сейчас делают совершенно другую игру. И остается теперь только предполагать, каким образом вообще становятся божественными наследниками. Почему именно Куро стал божественным наследником? Кто такой вообще Куро и откуда он появился? Кто такой Токеру, который до этого был божественным наследником? Каким образом после его смерти это божественное наследие передалось Куро? То есть остается просто огромное количество вопросов, на которых скорее всего мы не получим никаких ответов. То есть вот есть Куро. Он божественный наследник. У него именно он самый оригинальный. Он самый нужный. И нужно каким-то образом либо убить, либо каким-то образом его увезти на запад, чтобы избавить Японию от божественного наследия, которое приносит больше вреда, чем пользы. Ну, в общем, как-то так. И нам нужно каким-то образом сейчас разобраться с этой проблемой, которую на самом деле можно решить аж тремя способами. Ладно, хватит диалогов. Давайте уже сходим в опустившуюся долину и поставим в ней жирную точку. А именно, добудем недостающий компонент для благоуханий. Что нам здесь может пригодиться? Во-первых, нам пригодятся петарды. Достаточно будет обычных. А также огненный клапан. В дополнение можно поставить леденец Аку. Масло, масло, божественное конфетти, ну и, например, дрожжи. И здесь нам предстоит сразиться с непростым противником. Для начала давайте поставим огонь и масло. И это огромная обезьяна. Обезьяна-страж. Кидаем в него масло. И пытаемся поджечь. Так, хватит масла. Давайте перейдем на петарды. Лучше держаться от него на среднем расстоянии. Да, и желательно не попадаться вот под такие атаки. Оу, я зачем-то истратил божественное конфетти и... К тому же еще и умер. Окей. Давайте потратим петарды и пока обезьяна в замешательстве, ждем ей несколько ударов. На нее, как и практически на всех боссов, работают петарды всего лишь максимум три раза. И, кстати, можно притягиваться при определенных обстоятельствах. И когда она, кстати, вот так вот валяется, заходим со стороны головы, наносим ей несколько ударов. Она немножко впадает в ступор. Летает. Оу, вот это падение, да, оно очень опасно. Лучше от него отпрыгивать. Оу! Да. Я сам же под нее и подлез. Так, ну достаточно петард. Нужно немножко оставить эмблем духа. На потом. Также она, да, лезет себе в задницу и кидает какашки. Потом же эту задницу еще и тешит. Вот такое падение. После него нужно обязательно контратаковать. Какашек. Бежим назад и отпрыгиваем. Опять я не доскаю. Опять я не готова. Опять я не готова. Опять я не знаю. Опять яEST. Опять я не говорю. Опять я не могу. Опять я не могу. Опять, я не нужен. Получил по голове все, что только можно Получить Похоже, сейчас еще и умру Это у него захват Получить по нему тоже не попадать Он валяется Пожадничал опять Слишком много потратил пузырей Как можно видеть, в нее уже кто-то воткнул меч Я потом расскажу, кто мог это сделать И вроде как все Но на самом деле не все Здесь нам уже пригодится конфетти Вторая фаза Она немного проще, если знать, что делать Здесь лучше Пытаться парировать ее меч От такого удара лучше отбегать Иначе вы Умрете от ужаса Падение Первое парирование Отстанем 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 Длине Удвигаем От такого нужно открыть В общем, обезьяна делает все то, что не нужно делать. Вот, наконец-то. Да, она просто промахивается. Давайте используем ленец. И вот сейчас главное запарировать. Она падает. И используем копье. И пытаемся вырвать у него из тела жука. Это снимает достаточно много жизни и концентрации. Ну вот, не получилось запарировать последний удар. Я упалICH. Я упал manages. Я упалいや aristом. Я упал в течение дня. Я упалział. Я упал в той face. Попробуем немножко подлечиться Арена очень большая, поэтому Вариантов Для маневра Здесь очень много И пытаемся опять Но Опять из него вырвать червя Но К сожалению у меня прижало к стене И Давай Наконец-то Да, не очень конечно убедительная победа Но Опыт с этой обезьяной я подрастерял Воспоминания обезьяна-страж Хотя обезьяна-страж побежден Его рев слышен до сих пор Говорят, что если внутри тебя черви Значит ты стал бессмертным И он также еще дает тонкий палец Изящный палец молодой женщины Его можно вставить в протез синоби Он найден полупереваренный в брюхе Обезьяны-стража Звуком свистка синоби Могут сводить зверей с ума По отверстию в пальце видно Что именно для этого его и использовали раньше И что делает женская рука в брюхе у этой обезьяны Если вы помните То речик Рассказывал, что когда-то у него был напарник И они Тренировались как раз в опустившейся долине Также можно было видеть Что кто-то воткнул меч Обезьяне в шею Огромную катану Возможно Этот меч принадлежал либо Саму речику Либо его напарнику А точнее Скорее всего напарнице Так как мы нашли женскую руку И у этой женской руки есть свисток И речик когда-то рассказывал Что он любил Слушать музыку Когда отдыхал вместе со своим напарником Возможно Это именно она и играла На этом свистке для него Эту мелодию Предположение о том Что это именно тот свисток Можно получить немного позже Я об этом еще упомяну То есть получается У речика была когда-то возлюбленная Которая погибла От лап от этой обезьяны Была ей съедена И после чего От ненависти Речик практически превратился в Суру Но Асин вовремя отрубил ему руку И Предотвратил его превращение В результате Речик стал отшельником Который Пытается Искупить свои грехи И как-то Удержать свою злость Вырезая статуэтки Буд В своем храме Здесь кстати Тоже можно поплавать Ценный корм Немножко отличается От предыдущего корма Который мы находили Это драгоценный корм На ощупь Он скользкий Из него выступает Нечто вроде рогов Именно такой корм И любит карп Достигший совершенства Позвонив колокольчик Брось в воду корм Что за карп Мы пока не знаем И если посмотреть Здесь можно увидеть Части какого-то моста Запомните просто Вот эту архитектуру Потом будет понятно Откуда этот мост Здесь вообще взялся То есть Если присмотреться Здесь вроде как Никаких мостов Быть не должно Но потом мы Поймем Откуда этот кусок моста Здесь появился Давайте отдохнем Берем все лишнее И в пещере Здесь ожидает Аленький цветочек Цветок лотоса Из дворца Белый цветок лотоса Растущий в глубинах Опустившейся долины Где воды Первоисточника Глубоки Аромат цветка Привлекает самок Обезьян Именно поэтому Обезьяна-страж Тщательно ухаживал за ним Чтобы подарить невесте Одна из составляющих Благовония Которая нужна Кура Чтобы стать смертным Ну в общем Обезьяна охреняла Этот цветок Не просто так Ей просто хотелось Любви и ласки Ну что ж Давайте усилим свою атаку Видение обезьяна-страж Говорят Что если Внутри тебя Черви Значит Ты стал Бессмертным Но для обезьяны Такая доля Должна Была Быть Весьма Одинокой Быть может Рев обезьяны-стража Был Своего рода Мольбой Получается Обезьяна Каким-то образом Стала Бессмертной В принципе Ответ на этот вопрос Лежит как раз Вот здесь В этих водах Которые скорее всего Пила обезьяна Ну как мы знаем Воды первоисточника Это Необычные воды Если их много пить То можно заразиться Вот этими червями И после того Как обезьяна-страж Стала Бессмертной Его самка Умерла Скорее всего Естественно Смертью И возможно Именно ее Скелет Мы видели В глубинах Асина И давайте Сейчас посетим То самое место Где мы Видели этот скелет Для этого Переместимся В глубины Асина И лучше это сделать Со стороны Тайного леса Здесь нужно Вернуться Немного назад И тут Неожиданно На нас Нападают Духи полуночников Ну в принципе С ними не так Сложно справиться А дают они Не так уж и Мало опыта По 620 За штуку И нам нужно Вот в эту пещеру Помните Я вам говорил Что в этой Огромной пещере Нам предстоит В скором времени Встретиться С боссом Как вы думаете Кого мы здесь Опять встретим Да Это опять Та самая Безголовая обезьяна И эта обезьяна Каким-то чудесным образом Умудрилась выжить Ну что ж Давайте попробуем Убить ее в очередной раз Давайте опять возьмем Божественное конфетти Леденец Ако И вместо огня Давайте поставим Сюрикены И почему он сказал Что желательно Зайти с этой стороны А не с той Здесь можно Упасть на нее сверху И пока она Чухается Нанести ей Приличное количество урона Активируем Божественное конфетти И леденец Ако И можно Отправляться в бой Пока обезьяна Приходит в себя Носим ей Колоссальное количество урона Кто играл В Dark Souls 3 Мог заметить Что Движения этой обезьяны Очень сильно похоже На движения танцовщицы С ДС-3 Продолжаем парировать В меч Не всегда удачно Ну вот в принципе Казалось бы и все Но Это не совсем так И эта безголовая тварь Призывает вторую обезьяну Закончился леденец И теперь бой становится Очень серьезным И эта обезьяна Боится петард И ее очень просто Вырубить Несколькими удачными Ударами по голове Опять активируем Комфетти И здесь уже остается Дело техники Делаем все то же самое Что делали До этого Парируем ее меч И желательно Вот этот финальный Последний удар Который у меня опять Не получилось запарировать К сожалению Не успела Отпрыгнуть Поднимает голову Нужно бежать Еще раз Совсем дешевле Где она разошлась Вот это она зря сделала Воу-воу-воу-воу Неудачное парирование Прыгиваем и атакуем Голова Не буду тратить Я больше конфетти Она нам еще пригодится И Есть Да, здесь по-моему Копье уже Не работает Как раньше И Вот та самая причина По которой Обезьяна выжила Нужно было сразу Использовать Меч бессмертных Воспоминания Безголовая Обезьяна Память о битве С редким противником Оставшейся В сердце волка Безголовый Обезьяна Страж Был громадным Зверем Для которого Бессмертие Стало проклятием Ничего нового Нам не сказали И получаем Бусин отчеток И еще Одну бусин отчеток Похоже По бусине За каждую обезьяну А также Мы изучили Технику Ударования Техника Ниндзицу Обогряющая Клинок Кровью Противника Расходует Эмблемы Духа Использует Кровь Как продолжение Клинка Активируется После выполнения Смертельного Удара Сзади Эта техника Создает Колдовской Клинок Из пролитой Крови Врагов Колдовской Меч Похож на Клинок Бессмертных Но Бессмертных Им не Убьешь И у нас Здесь появляется Еще один Идол Резчика Давайте Еще раз Усилим Атаку Некогда Обезьяна Страж Делил Своё Логово С подругой Но Его Смертная Подруга В итоге Умерла Теперь Даже Цветы Которые Он Растил В память О ней Обратились В прах И здесь Как раз У нас Описание Что Его Смертная Подруга Умерла И давайте Соберем Четки Седьмые Молитвенные Четки Четки Из таких Бусин Популярны Среди Могучих Воинов Знаменитый Борец Сумо Некогда Служил Вельможному Владыке Потом Однако Он Начал Пьянствовать Был Изгнан И в итоге Сделался Бандитом Впоследствии Он стал Известен Как Дзюдзо Пьяница И Его мужа Убили В поместье Херата В прошлом И останки У возлюбленной Лежат Вон там На уступе Мы уже там были Но туда я повторно Подниматься не буду Там просто Кости Обезьяны И кто же тогда Спрашивается Пришел На помощь Безголовые Обезьяне Ну смею предположить Что это Скорее всего Был их сынок И давайте Теперь переместимся К разрушенному Храму И как мы можем Видеть Эмма Пришла В гости Крещику Продолжение следует... Продолжение следует... Резчик наверняка вспомнил эту руку, и как бы тяжело ему не было, ему придется вставить этот палец мне в протез. Инструмент для протеза на основе свистка, приманивающего врагов, расходует эмблемы духа. Звук этого свистка привлекает внимание врага, и тот идет на звук. Если захватить цель, свисток услышит только враг, на которого вы нацелились. Звук свистка вгоняет зверей в ярость, так что они не отличают своих от чужих. И также давайте что-нибудь улучшим. После того, как мы встроили свисток, нам стал доступен сиреневый зонд Феникса, и он нам будет очень полезен. Но, к сожалению, нам не хватает 1000 сцен и 3 железа. К сожалению, у нас нет семян тыквы. И больше Эмма пока что ничего полезного не говорит, но... Эмму с речиком здесь можно подслушать. Играет музыка. И мы послушали полезную информацию. Мы узнали, что войска министерства все-таки осмелились напасть на замок Асина. И также мы подтвердили свои гипотезы о том, что резчик сдерживает свою ненависть, вырезая статуэтки Будды. Но, к сожалению, ненависть никуда не уходит. Это лишь только сдерживающий фактор. И все рано или поздно может выйти из-под контроля. Итак, нам нужно добыть три железа. И для этого давайте навестим своего старого знакомого Анияму. Здесь у нас ничего нового не появилось, разве что сменилось время суток. Все стало немного мрачнее. И нам нужно купить три железа. Для этого нам нужно 500 цен. Железо у него продается в неограниченном количестве. Поэтому мы всегда к ним можем прийти и закупиться. Ну и речка имеет ввиду, что если он вдруг начнет опять превращаться в Суру, то я должен буду его убить. Ах да, я добыл железо, но мне нужно еще 1000 цен. Распотрошим еще пару больших кошельков. И сделаем сиреневый зонт Феникса. Раскрытым зонтом можно защищаться от атак со всех сторон. Движение защищает от легких атак. Несущий благословение Феникса зонт защищает от урона, наносимого призраками. И теперь мы готовы дать отпор всем тем, кто любит наводить страх. И для начала давайте переместимся в бездонную дыру. В саму бездонную дыру, конечно же, падать не будем, а вернемся немножко назад, туда, где колдует вот этот шаман. И здесь нам пригодится наш зонт. Ну а также стандартный джентльменский набор леденец аку. И божественное конфетти. И сразу же бежим вперед. И улупим этого ситимена. Ах да, я забыл еще про одну очень важную деталь. А именно про пеструю пурпурную флягу. Которую нужно было хлебнуть перед тем, как к нему бежать. Это снимет эффект. Эдакая фляга со спиртом, которая придаст нам смелости. У него две жизни. И он очень часто любит убегать. И да, я совсем забываю пользоваться своим новым приобретением. Здесь она неплохо помогает. Но теоретически можно и без него. Если бегать и уворачиваться. И у меня, кстати, закончился леденец ака и божественное конфетти. Давайте еще раз их активируем. Идем на пролом. Он опять сбегает. Плотнем еще для смелости. Боевые 100 грамм. Опять испаряется. Так, главное, чтобы конфетти нам хватило. Не хотелось бы тратить еще одну. И он дает церемониальный танто. Кинжал танто с белым клинком. И рукоятью. Превращает запас жизни в эмблемы духа. Заряд восстанавливается во время отдыха. Изначально использовался в церемонии подношения эмблемы духа. В которой ее отрезали от себя и отправляли по водам первоисточника, как подношение дракону. На клинке написано его истинное имя Верная Душа. Если использовать этот предмет. То за счет половины жизни он дает 5 дополнительных эмблем духа. Поверх вашего максимального количества. Это что-то типа, как использовать свою жизнь для того, чтобы дополнительно получить пулю в Бладборне. Но, к сожалению, это можно сделать только один раз. Потом нужно перезарядить этот клинок возле идолорезчика. И, соответственно, копить, конечно же, этот эффект тоже нельзя. Если мы отдохнем или переместимся, то все дополнительные 5 эмблем духа пропадут. А, нет, кстати, я вас обманул. Можно пользоваться не один раз, а три раза. Что, можно сказать, дает 15 дополнительных эмблем духа. Но только перед этим сначала нужно потратить дополнительные 5, и потом можно опять использовать кинжал. И это, кстати, очень полезная вещь. Отдохнем и пойдем убьем очередного безголового, которого быстрее всего можно попасть от демона колокола. Не будем стучать в колокольчик. Возьмемся дополнительно эмблем духа. Восстановим жизнь. И давайте подготовимся. Ну что ж, поехали. Можем использовать зонд для того, чтобы парировать его меч. И он, кстати, пропадает. И нужно быть на стороже, так как он очень любит появляться сзади и делать захват, который снимает практически всю жизнь. Я не отслеживал свой уровень ужаса. Но здесь ландшафт нам помогает. Он еще образует в округ все туман. Оу! Да, и он вырывает из заницы у меня прямую кишку. Что, конечно, не очень приятно. Опять исчезает. Сейчас появится у меня за спиной. И продолжаем утузить его. Не давая опомниться. Благословение Ако. Безголовый дух Ако, временно повышающий урон вражеской жизни и концентрации. Может использоваться многократные расходы при этом эмблемы духа. Безголовые тени героев, которые сошли с пути праведности. Упокоив духа, можно получить его силу, но при этом нужно что-то дать ему взамен. Например, кусок своей прямой кишки. И возвращаемся обратно из этого жуткого места. И у нас остался еще один безголовый, до которого мы можем добраться. Для этого нам нужно переместиться в глубины Асина, в тайный лес. И в этом тайном лесу, наверное, самый противный. Безголовый. Он практически ничем не отличается от предыдущего, но здесь очень неудобный ландшафт. И в связке с его туманом, который нас очень сильно замедляет, биться здесь с ним просто полный геморрой. Хотел сказать, зря я не убил того петуха сверху. И он тут как тут. Давайте возьмем дополнительные эмблемы духа. Выпьем самогону. Возьмем все самое необходимое. Что-то такое агрессивное-то. Прыгаем в сторону. Сейчас будет захват сзади. Оу, я думаю, успею добить. Чуть-чуть не хватило. Пьем пузырь. Очень мало жизни. И он опять меня убивает страхом. Как я уже говорил, ландшафт тут так себе. Но все-таки можно от него сбежать. Я аж испугался. Вот сбежать-то как раз и не получилось. Как говорится, твоя жопа в моих руках. И нам помогает невидимая помощь. И, к сожалению, у меня заканчивается божественная конфетти. На самом деле, в игре есть место, где можно это конфетти неплохо фармить. Я вам покажу. Ну, надеюсь, что у меня до этого дела не дойдет. Вообще, этого безголового на данном этапе игры убивать совсем не обязательно. Но я просто уже хочу с ним разделаться, чтобы потом к нему уже не возвращаться. Так сказать, поторопился. Безопаснее, конечно, будет от него поставить щит и просто парировать его удар мяча. И я сейчас умру от ужаса. Главное, что-то он к нам не зашел сзади в очередной раз. Что-то я уже начинаю бояться этого комасека. Ну, пока что он думает, что ему делать. Да, он где-то рядом. Ух ты! Классный прием. Ну, взряд его провел парень. Оу! Оу! Ладно, я еще живой. Остался совсем момент. Еще плюет с этой гадостью. Ландшафт здесь, конечно, адовый. У меня опять закончилось конфетти. Ну, давайте попробуем его просто парировать. Я, конечно, рискую. Особенно учитывая, какие у нее охрененно предсказуемые тайники, конечно. Благословение Гатиина. Безголовый дух Гатиина, заглушающий звуки и скрывающий ваше присутствие. Может использоваться многократно, расходуя при этом эмблемы духа. Безголовые тени героев, которые сошли с пути праведности. Я распадаюсь на части, так сказал про себя этот несчастный и исчез в чаще. Ту-ду-ду-ду-ду. Музычка такая прикольная. Что же здесь у тебя лежало? Нетит. И кусок воска. Ну, кусок воска это хотя бы что-то. Ну и, пожалуй, все. Ну что ж, пора переместиться к Куро. Но, как мы можем видеть, к Куро мы переместиться не можем. И в замок Асина мы тоже переместиться не можем. И что же такое произошло? Как мы слышали, Эмма сказала, что министерство решило напасть на замок Асина. И теперь в замок Асина можно попасть только из заброшенного подземелья. Но, возможно, нам удастся попасть через врата. Но нет, врата тоже замурованы. Ну что ж, отправляемся спасать Кура. Врата, пока. Погнали. Спасибо. Продолжение следует...